только одного договора недостаточно для того чтобы принять решение что как бы имеет место быть кредит мы ходатайствуем об истребовании этих документов по логике конечно суд должен был рассмотреть и вынести по тем документам которые в деле есть ну точнее нету и отказать но к сожалению чтобы подстраховаться чтобы обвинить их что они эти документы не предоставили мы будем соваться раз не предоставили значит нету любом случае нужно проводить экспертизу нужно затрагивать затребовать оригиналы документов потому что без этого невозможно рассмотреть дело являются в те документы или нет договором это большой вопрос потому что в суде из материала в дело это просто оферта предложение заключить договор без акцепта это не договор это просто как заявка на кредит максимум что может экспертиза установить то что это оферта тобой подписано но оферта предложение заключить договор и договор это разные вещи договором она станет тогда когда банк акцептует оферту то есть принять предложение заключить договор а именно выполнить те условия которые указаны в этой оферте там прям четко перечислено один из пунктов это выдача кредитной карты соответственно если тебе не выдали кредитную карту то ты кредитом не пользовался как ты можешь им пользоваться не она может быть они кому-то выдали кредитную карту может даже кто-то и пользовался но это был не ты потому что иных доказательств делал в теле нет так же как и по этому делу якобы есть какая-то карта халва где документы подтверждают до дебетов где подтверждение что она вообще выдавалась в рамках какого договора но вот этого и ничего нет подали через канцелярию 2 ходатайство одно из них ознакомление материалами дела несмотря на то что мы до этого ознакомлюсь у мирового судьи хотелось бы ознакомиться на данный момент какие есть документы в полном объеме и соответственно подали ходатайство назначение почековеческой экспертизы и требования доказательств очень подробно изложено в ходатайстве прошел огласить либо ознакомиться и разрешить то есть если будет первоначально ходатайство об их сепартизе и требования доказательств улетворено то это кто я полагаю что будет перерыв и соответственно мы можем в этом перерыве либо отложение либо при остановлении производства по делу ознакомиться с материалами дела понятно у нас разрешается ходатайство с учетом мнения всех сейчас учили в том числе с учетом мнения банка поэтому в любом случае у нас банк должен знать о данном ходатайстве соответственно данное ходатайство необходимо будет направить банку для изложения мнения в письменной форме значит и соответственно данное ходатайство назначение почековеческой экспертизы будет разрешено с учетом мнения от банка вы не направляли копию ходатайства? Нет, сегодня подготовили. Сегодня подготовили, понятно ясно. Значит, соответственно, судом будет отправлено в адрес банка соответствующего ходатайства. И, соответственно, на судебное заседание будет обложено. И вам будет предоставлено время для ознакомления с материалами дела. Вам это понятно, да? Да. Павел Совкомбанк обратился к мировому судье с иском от Масла Дениса Анатольевичу за искание с должности по кредитному договору. В обосновании заявленных требований указано, что 17 июня 2021 года между банками и ответчиками заключен кредитный договор. По условиям кредитного договора банк предоставил ответчику кредит в сумме 45 тысяч рублей по 0% годовых сроков на 120 месяцев. От предоставления суммы кредита подтверждается выпиской по счету. Договоры являются заключенными и обязательными для его исполнения. Денежные средства предоставлены в полном объеме, однако в нарушении принятых на себя обязательств ответчик ненадлежащим образом исполнял принятые на себя обязательства, в связи с чем возникла задолженность по суде. И на 1 декабря 2022 года суммарная продолжительность просрочки составила 423 дня. Общая сумма задолженности составляет 49 тысяч 370 рублей 30 копеек. Значит, соответственно, у нас масло подало встречное исковое заявление мировому суде о признании договора займа незаключенными и применении последствий ничтожной сделки. В обосновании заявленные требования указало о том, что требования Совкомбанка являются необоснованными и не подлежат удовлетворению, поскольку спорный договор с ним не согласовывался, с ним не заключался, какие-либо денежные средства он не получал, и договор является недействительным и не может порождать для него каких-либо последствий. Совкомбанк не представил суд оригинал соответствующих документов, подтверждения своих доводов о том, что масло имелось, оферта она была акцептована со стороны Совкомбанк, ответчик получал денежные средства в рамках рассматривания договора к серокопии кредитного договора должным образом, незаверенной, не читаемой выпиской по счету не может являться допустимым доказательством выдачи и получения денежных средств. Соответственно, ссылаясь на положение Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, просил принять встречный иск масло в Совкомбанк, о признании кредитного договора не заключено, применение последствий ничтожной сделки. Соответственно, на основании определения мирового судьи 28 февраля 2023 года было принято данное встречное исковое заявление и настоящее гражданское дело передано на рассмотрение в Ленинский районный суд по подсудности. Каких-либо иных возражений письменных у нас в материалах дела не содержит. Мы не согласны с первоначальным иском, считаем, что он необоснованный, поскольку мой доверитель Масло Денисом Анатольевич никакого кредитного договора не заключал, соответственно, никаких денежных средств не получал и требования не основаны на тех материалах, которые были предоставлены в суд. Более того, в своем ходатайстве и исковом заявлении мы обращаем внимание на то, что не подтверждено наличие письменного договора, как требует законодательства кредитного, потому что несоблюдение письменной формы влечет его уничтоженность. Если мы видим те материалы, которые они предоставили, там ксерокопии, в частности, индивидуальные условия, там сказано, что должен быть заключен отдельный договор банковского счета с выдачей расчетной карты. Там идет ссылка на какую-то банковскую карту под названием «Халва». Соответственно, в материалах дела ничего нет на эту тему. Был ли заключен соответствующий договор банковского счета, выдавалась ли банковская карта под названием «Халва», когда выдавалась, каким лимитом. Банк заключает кредитный договор по правилам оферты, то есть не подписывается один документ с обеих сторон, а направляется оферта, а потом она акцептуется банком. Ну, суд понимает, что такое. Ну, я же просто обращаю внимание на то, что нужно не только оферту в суд предоставить, а еще предоставить доказательства акцепта этой оферты. Одним из доказательств является выдача кредитной карты, либо дебетовой карты, если про дебетовую идет речь, там расчетный карты, как угодно они могут ее называть, там «Халва» и тому подобное. Если этого материала в дело нет, то неосновательный, скажем так, иск, более того, выписка по счету – это их внутренний документ, она абсолютно ничего не доказывает. Есть на эту тему уже судебная практика, говорящая о том, что выписка – это внутренний документ и не является надлежащим доказательством тех или иных операций. То есть нужно предоставить именно первичные бухгалтерские документы, в частности, если выдавались наличные деньги – это ордер, если выдавалась карточка – это соответствующая расписка о получении этой карточки банковской. Ну, то есть должны быть первичные документы с подписью моего доверителя. Понятно. Понятно. Ну, в принципе, все. У вас все, да? Скажите, пожалуйста, вот у нас та выписка, которая представлена, и, соответственно, вот здесь выдача денежных средств по карте, то есть правильно лицо понимает, что данные операции и денежные средства практически не получал ваш доверитель? Да, все правильно. И не получал, получается, да? Как правоохранительные органы обращались по данному факту? Мы не обращались, считаем, что в этом нет необходимости, потому что, ну, если средства какие-то были похищены у банка, то банк имеет право это сделать. Понятно. Кем заключался договор, вы не знаете? Не знаем. Не знаете. Понятно, ясно. То есть просите, значит, отказать в удовлетворении первоначальных требований и во встречном, в встречном скобе требуем удовлетворить в полном объеме? Да, в полном объеме, чтобы, скажем так, восстановить репутацию, ну, в частности, кредитного моего доверителя. В судном месте определил удовлетворить заявление о ходатайстве и требовать дополнительные доказательства, указанные в ходатайстве, об истребовании доказательства, и, соответственно, на, значит, ходатайство о назначении подчерковической экспертизы у нас будет разрешаться в следующем судебном заседании просто преступление письменного мнения банка относительно заявленного ходатайства. И, соответственно, с гражданским процессуальным законодательством суд вам разъясняет, что сторона, которая просит о назначении экспертизы, соответственно, должна будет нести расходы, готова понести расходы на, соответственно, проведение экспертизы. Готова. Готова, понятно, ясно. Значит, у нас в связи с необходимостью устребования дополнительных доказательств, в том числе кредитного досье подлинника, которые суд уже истребовал, и тех документов, которые указаны в ходатайстве в истребовании доказательств, дело необходимо слушанием отложить на более позднюю дату. Значит, суд откладывает дату на 14 июня 2023 года на 9 часов 15 минут для необходимости истребования дополнительных доказательств, а также для направления ходатайства, назначения подчерковистской экспертизы в адрес банка и, соответственно, предоставления мнения банкам относительно заявленного о ходатайстве. Таким образом, какие-то иные заявления о ходатайстве имеются еще? Нет. Не имеется. Значит, судебное заседание у нас откладывается на 14 июня 2023 года на 9.15. Значит, все секретари распишутись в извещение о времени месте судебного разбирается. Повесочки дополнительные направлены не будут. На сегодня судебное заседание объявляется закрытым. Остановились на светофор, пишут, это переход. Дальше все начали ехать. И навстречу выехала машина. И тот начал резко тормозить. Хотя до помехи было достаточно далеко. Соответственно, за то, что он резко затормозил, ему сзади впечатались. То есть скорости там буквально только машины начинают трогаться, начинают разгоняться. Но с учетом того, что он это сделал резко, когда машины стояли на перекрестке, естественно, у них расстояние было минимальное. Ну, короче, реакции не хватило, чтобы избежать. Проходите, пожалуйста. У меня сейчас обоснований, почему нас не ознакомливают, нет никаких, даже теоретических. Дело же есть у него? Даже теоретические, я не понимаю, почему нас не ознакомливают с материалами дела. У меня возникает вопрос, значит, какой-то портак сделал, чтобы нельзя показывать. Я не знаю, Денису, не знаю. Не, ну такой же никогда еще не был. Судья на месте. В судебном заседании было заявлено о ходатайство. В чем проблема? Он сказал, что его знакомит здесь, да? Ну, я прослушаю, конечно. Это не имеет значения. Вот, мы здесь, дело здесь. Вот, было судебное заседание. Все, какие проблемы? Почему он должен приехать куда-то туда-то? Когда он решит. Кто потом будет судебные расходы компенсировать? Вот, я сегодня в судодень, и когда я второй раз с тобой приеду, это будет судодень. Это, то есть, вот это вот бездействие, это плюс 8 тысяч. Ну, у меня там немножко оценки подорожали для Дениса. Это наше право, знакомство, почему мы должны ждать. В чем причина? Хотим знать, что-то не так сделано. Что-то с дверью скрывать у нас. Ну, вы, давайте. Затключен договор. Любое мое здесь присутствие стоит денег. Более того, вы присуществили на судебное заседание, мной было подано два ходатайства через канцелярию, о чем я суде сказал. Было заявлено в судебном заседании. Дело оформлено, и вам подойдет. Вот, с этого и надо начинать, что дело не оформлено, потому что мы идем сейчас, и ему... Мы уже не в судебное заседание, сегодня нужно начать протокол уже писать судебное заседание, и он не оформлен. Не ознакомиться до материала, который были до рассмотрения дела. То, что потом будет дополняться, это понятно. Я вообще не в том, что я вам передала. Ну, судья может вынести тогда определение нам, чтобы мы получили определение и ушли спокойно, понимаете? Чтобы у меня было законное основание, потом, когда я буду говорить о судебных расходах... Ну, получается так, да. Значит, так, чтобы было написано, что ознакомиться, там такого-то числа приходите. Ну, понимаете, логика даже, да? Ну, такое определение, вы же понимаете, тоже никто не узнает. Знаю, оно незаконно. И вот это, что сейчас происходит, это незаконно. Вот то, что сейчас происходит, это незаконно. Ну, так, вам же объяснил секретарь, что... Нам не надо объяснять, надо исполнять закон. Понимаете? Да. Кто вам сказал, что сию минуту? А? К немедленному исполнению? Закон можно не выполнять сию минуту, да? Нет, к немедленному исполнению было, чтобы ознакомить вас. Смотрите, мое ходатайство, которое было заявлено в судебном заседании, оно должно... Оно было удовлетворено, но вам сказано, что, ну, там, в течение завтра оформим дело? Нет, не было сказано, не было сказано. Судью не было сказано. Ну, вам секретарь сказал, что вы можете подъехать... Ну, секретарь, это не судья, это судья выносит определение, и он разрешает вопросы ходатайства. Удовлетворил все, пожалуйста. Это ж не судья оформляет дело для ознакомления, а все листы должны быть прошиты, пронумерованы. Как позовут? А там на дверях написано «Наталья Валерьевна». Наталья Валерьевна, а вот зачем вы спорите, зачем? Ну, так я не спорю, я просто говорю, что вот, когда вы должны ознакомиться, должны быть прошиты листы и пронумерованы. Обычно я вас хвалю, имеется в виду Ленинский суд, там, с армией, с Октябрьским. Вот не хотелось бы приводить в пример, что вот здесь мне там в чем-то отказали. Так, а вам никто не отказал? Ну, по факту отказали. Ну, нет. Ну, как нет? У секретаря должна возможность быть оформить дело, чтобы вы ознакомились. Я так понимаю, сюда дело пришло оформленное. Нет, ну, понятное дело, что оно оформленное. Ну, все, мы хотим с ним ознакомиться. Сегодня пришли еще документы, то есть их нужно подшить, их нужно оформить. Тем более, если еще какие-то документы пришли, так, с удовольствием ознакомимся. В том числе и ваши приобщенные, которые вот... Наши, это можешь не приобщать. Мне интересует до рассмотрения дела тот объем, который был, вот его нужно сфоткать. Как вас зовут, Наталья? Еще раз, Наталья Валерьевна. Наталья Валерьевна. Ну, то есть, получается как? То есть, дело, которое рассмотрел сейчас судья, должным образом, не сформировано, не прошито, не пронумеровано. Если бы мы приехали ознакомиться до судебного заседания, то мы бы не могли это сделать? Нет, до судебного заседания мы бы прекрасно с ним ознакомились. Ну, просто если бы вы заранее приехали и ходатайство, предположим, об ознакомлении в приемном подавле... Ходатайство. 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 Ходатайство, не такое слово, из ходатайства. Ну, у кого как. Не у кого как, а русский язык, надо все-таки было учить, сколько. можно вот этот ваш вашу фразу зафиксировать на документ на бумаге как-то что мы подошли в среду вот смотрите а чего боитесь но уже вы же отвечает тогда суде принесите скажите пришли очень вредные и просим очень очень просим чтобы это было зафиксировано документально все-таки мы обращаемся в юридическое лицо суд это у нас юридическое лицо и у нас должно быть не вось вось там кто-то что-то сказал а как-то зафиксировано смотрите вот на самом деле мы сейчас можем вот сильно эту тему раздуть давайте сделаем все как положено либо у меня нам даете письменный отказ либо ознакомьтесь делом значит значит дайте дело давайте ознакомьтесь но что значит позже через год через два давайте вот это сказал закрепим не этого не говорили да ну вам не отказываем заплатите за меня моему представитель 8000 мы приедем в среду почему должен платить деньги непонятно что кому пристава решили я полицию за полицию название здравствуйте можно на халате на 5 наряд полиции это у нас ленинский районный суд сотрудники аппарата суда отказывают в ознакомлении с материалными делах значит судья вынес определение ознакомить они отказывают при этом лет мы не отказываем много лет и мы во мне это никаких письменных отказов давать не будем они отказывают фактически они отказывают да да я вам поясняю значит мамая владимир владимирович я сюда приехал в рамках договора я представители масла дениса анатольевича соответственно на заключен договор он не платит деньги за каждый суда день в частности мы сделали в судебном заседании ходатайство об ознакомлении с материалами дела судья удовлетворил данное ходатайство значит был сделан перерыв секретарь отказывается ознакомить с материалами дела мы хотим пресечь это незаконные действия чтобы приехал наряд полиции и пресек право нарушения возможно будет провокация в наш адрес со стороны судебных приставов потому что уже пригласили хорошо спасибо если вдруг что-то случится и перезвоню сейчас освободятся подъедут ну когда не освободятся когда подъедут тоже такой вопрос вот эта ситуация которая происходит согласитесь она на пустом месте согласно согласно просто дайте ознакомиться с материалами дела это займет одну минуту сфотографировать материалы делать и мы уйдем отменим сотрудников полиции и мы не будем никого напрягать вы себя не увидите в интернете и тому подобное понимаете мы не будем заявлять от воды судье просто ознакомьтесь материалами дела зачем вы так все усложняете это не усложняет а кто у вас дело есть суде дело есть мы можем с ним ознакомиться мы можем с ним ознакомиться я говорю это займет одну минуту сфотографировать просто мы не будем изучать мы просто сфотографируем фотокопии сделаем и уйдем в чем сложность а судья может это сказать потому что судья выносит определение они просто говорит через отриких лиц а я вам не верю вы клевещите на судью он порядочно он не мог такого сказать понимаете не ну как вы так можете говорить но судья судья выносит определение понимаете а вы сейчас такие вещи говорите тут хотите сказать что вы да я не груш его бессовестный вы решите вы увидите сомнительную информацию почему сделан ты отказываетесь ознакомить хорошо почему судья отказывает ознакомиться с материалами дела но но как не отказали он творил ходатайство ознакомиться с материалами дела мы проследуем ничего не говорил а вы кто судья в фильмах в сфотографии в сфотографии можно еще раз разрешить вопрос в сфотографии дмитрий александрович почему у нас конфликт на пустом месте возникает в области почему мы не можем процент будет это сфотографировать материалы дела у вас право будет воспользоваться своим правом смысле она будет она у нас есть изначально как мы только сюда пришли в частности подали ходатайство и вы удовлетворили почему сейчас ваши сотрудники нам какие-то рамки устанавливают ограничивают не запрещают ограничивают в среду в субботу там может быть потом еще что-то у нас материал должен быть подготовлен для належащего вашего я прошу ознакомиться с тем теми материалами которые были на момент как мы сюда пришли понятно что появится протокол появятся все вот эти нюансы но это потом будет но протокол зачем появится на снеевочно сислены смотрите когда только открыл судебное заседание сразу заявил ходатайство об ознакомлении с материалами причем до начала судебного заседания было подано ходатайство То есть меня интересует тот объем, в который был до того, как мы подали ходатайство, как будет составлен протокол, как, может быть, какие-то письма еще придут и тому подобное. Понятно, что в следующем судебном заседании мы, возможно, еще раз заявим ходатайство, чтобы еще раз ознакомиться. Но на данный момент нам сейчас нужно знать. Ну, в судебном заседании же сегодня заявили ходатайство, когда поставили ознакомиться. Да. Вы же его удовлетворили. Сегодня. Ну, вот, соответственно, у нас аппарат сюда с вами свяжется и, соответственно, предоставит вам время для ознакомления. Так вот, я еще и говорю, что вы меня ограничиваете со ознакомлением. Потому что, по словам вашего сотрудника, в среду мы можем это сделать. Сегодня понедельник. То есть нам нужно три дня. Три дня для чего? Я не знаю, для чего. Для чего вам нужно три дня, чтобы... У нас установлена инструкция по судебному делу производства в районном суде Гражданско-профессионального кодекса Российской Федерации, когда мы с вами, вам должны предоставить время для ознакомления. Вот какие-то рамки имеются, как вы говорите? Имеются. Имеются такие вот. Тичем в обновлении мы должны предоставить это дело для ознакомления. Мною ходатайство было заявлено не в рамках инструкции по делу производства номер 36, а в рамках судебного заседания. И вы удовлетворили это ходатайство. Если бы вы вынесли ходатайство, чтобы, скажем так, ознакомить с материалами дела в среду, вопросов нет. Отложили бы судебное разбирательство до среды, и бы там перерыв сделали. Понимаете, я же из этого и скажу. А мне подняться. Сейчас коридочки, ждите. Ну, спасибо. В рамках судебного заседания было заявлено. И он обязан. Конечно. Я не вижу вообще оснований, почему у нас с этим не знакомлю. И он и такой, да. Таким номер инструкции назван. Понимаете, что я знаю, о чем говорю? На пустом месте. Просто на пустом месте. Есть понятие отказ, да? А есть понятие ограничения. В данном случае они говорят, что мы вам не отказываем. Мы вам делаем препятствие, делаем ограничения. То есть, в принципе, они могли сказать, приезжайте через год. А в чем разница? Почему до среды? А почему не через месяц? Вот он говорит, а где сказано, в какие сроки они должны? Да в разумные сроки. Судебное заседание, вот оно. Было в разумные сроки, там пять минут сделали перерыв. Сколько вам нужно времени для ознакомления? Обычно так спрашивают. Ну, говоришь, что, допустим, фотокопии сделать пять минут, а изучить, допустим, два дня. Ну, вопросов нет. Тут вопрос даже не ставился о том, сколько вам нужно времени для ознакомления с материалами дела. Потому что предполагалось, что оно будет перенесено, и будет достаточно времени. Знаешь, в чем фишка? Я понял. У нас сейчас это второе судебное заседание. Это мы первый раз присутствуем. Но мы-то по движению на сайте, это уже второе судебное заседание. А на предыдущем он привлек третью сторону. Соответственно, должен быть протокол. Скорее всего, вот это все не подшили, не тын-тын-тын-тын. И поэтому не хотят нам это показать, что вот столько времени прошло, а до сих пор все это не подшито. Я думаю, что из-за этого это точно сегодняшний не первое судебное заседание, а второе. По поводу третьего лица в судебном заседании ничего не было сказано. Но оно было привлечено. Соответственно, от них должно поступить какое-то письмо, какой-то отзыв. И там что-то, видать, какая-то очень интересная информация для нас, которую нам не хотят показать. Потому что я тебе так скажу, помимо вот этой экспертизы, порт-черковеческой, мы можем еще заявлять ходатайство о назначении бухгалтерской экспертизы. То есть была одна организация, потом она, реорганизация произошла, там присоединение, неважно, короче, произвело присоединение. И в данном случае вот эти все кредитные договора, то есть вот эти активы, они должны перейти в новую организацию. Соответственно, мы можем запросить эти документы, в которых не будет этого перехода, этого долга не существует у новой организации, его просто нет. Да, документы могут быть, но договора, в смысле не договора, а долгов нет. По крайней мере, с них налоги, никто платить не будет ничего. То есть они вот так вот. Вот допустим, я одна организация, ты другая организация. И мы с тобой объединяемся. Я говорю, что вот у меня в активах вот такие-то активы есть. Допустим, долговые обязательства таких-то, таких-то должников. Допустим, на миллион рублей. И вот я тебе говорю, что вот я передаю тебе миллион рублей, ну, в обязательствах. Вот. Соответственно, у тебя свои активы тоже миллион рублей. Их, допустим, 50 на 50. И вот при нашем слиянии, я как учредитель буду 50% иметь акций, и ты 50. Потому что вот наши активы слились. Вот в таком соотношении. Мы так договорились. А если я сливаюсь с тобой, мы с тобой доверимся 50 на 50, но мы не светим вот эти, я не свечу вот этими активами. Я их там отобьем, мы их все равно выбьем, да, но мы налоговые никому не покажем. Мы не накажем, что у нас такие активы есть, но они у нас есть. Как правило, мы их возьмем продадим коллекторам, там то-то-то, по таким договорам, которые тоже нигде светиться не будут. Ну, короче, неспроста банки скрывают вот эти вот передаточные акты о передаче одних активов, ну, баланс, вот это вот, какая-то ведомость. Ну, короче, вот есть документы, говорю, я не бухгалтер, вот для этого и проводится бухгалтерская экспертиза, где скажут вообще, а вообще есть такой долг Дениса Анатольевича перед банком? И выяснится, что таких долгов-то не числится. И не только у Дениса Анатольевича, а еще у многих-многих тысяч людей не числится. Нету таких кредитов, нет таких активов. Да, интересно. Когда люди заявляют такую экспертизу, обычно банки сразу сливаются. Они забирают иски, отказываются и все, что угодно происходит. Потому что они не хотят, потому что будут затребоваться соответствующие документы, там должна быть подпись того человека, который это подписал. Ну, никто не хочет светить подписью, это и, соответственно, ну, просто, но... что-то мне кажется, что в суде кому-то звонит. Потому что он зашел в кабинет, взял военную телефону, в кабинетах. Ну, а что, кому можешь позвонить? Не знаю. И что, разговор? А хочу задать и дело знакомиться. Инструкции 36-й было сказано, что если человек иногородний, то его обязаны ознакомить в день обращения. Понимаешь? Ну, я последний раз, когда читал, я, ну, может, я не внимательно смотрел, я не нашел этой фразы. Но то, что она была раньше, это 100%. Потому что у меня возникал такой вопрос, когда в Оленигорске я в суд обращался, я прям ссылался на этот пункт, что, как бы, вы обязаны меня ознакомить в день обращения. И там, помню, фраза была иногородней. Ну, здесь я не иногородней первый момент, но второй момент я последний раз, когда смотрел этой фразы, не нашел. Смотри, какая есть. ты вот, как сейчас, подал заявление, но пока оно не удовлетворено, а тут оно удовлетворено. То есть, он не удовлетворен? Денис, что значит «улетворено» или «не удовлетворено»? Улеводворяется все в рамках судебного заседания. Ну, он же удовлетворил заседание. Да, нет. Я, допустим, говорю, вот если я не в рамках судебного заседания, я приезжаю, хочу ознакомиться с материалами дела, пишу заявление в установленной форме. Здесь это не значит, что «улетворено»? Это просто резолюция. Резолюция председателя суда либо судьи выдать дело. Почему? Потому что для этого, чтобы ознакомиться, нужен быть работник, должно быть специальное помещение. ты подписываешь расписку о том, что ты несешь уголовную ответственность и ты начнешь что-то портить. Соответственно, на тобой должен кто-то стоять. То есть здесь нужен какой-то организационный вопрос решить. То есть это не то, что он может разрешить либо запретить. Он не может этого. Он просто резолюцию ставит, допустим, подготовит. Потому что расслабились. Потому что вот так никто не требует, как мы. Вот они всех и посылают. Это должно быть в исключительных случаях, чтобы человека у нас нет возможности подготовить. Подойдите попозже. Во всех судах не было ни одного раза, чтобы какая-то специальная комнатка была, куда бы не... Здравствуйте, вы не сюда? Да, здравствуйте. Пока нет. Вообще, должен быть какой-то сотрудник, который просто на контроле, чтобы там сделать что-то не пропало. Там все в копиях лежит. Там ни одна бумажка никакой стоимости и ценности не имеет. В общем, копии такие, которые прочитать невозможно. судебные приставы. Значит, они возбудили административное дело и хотят не просто их привлечь к ответственности, ну, штраф там все такое, а приостановить деятельность банка. Мы хотим формировать судебную практику. Это они? Да. Ну, типа, очень много по стране таких заявлений, как вот у меня было. А суть заявления в чем? В том, что они звонят людям и говорят про какие-то кредиты, про вот это все. То есть, людям, которые вообще не имеют никакого отношения, вот в частности, мне звонили, ну, соответственно, в выходной день отвлекают, это все неприятно ни на данному человеку. Поэтому, если кто хочет, может на сайте приставов написать жалобу, ну, будут привлекать к ответственности. Самое интересное, что после такой жалобы сразу же прекратились все звонки в мой адрес от этого банка. Это вот лучший способ не говорить «удалите меня из базы», там, еще как-то, а просто написать жалобу. Просто на сайте пиши жалобу, что вот такого-то, такого-то числа, мне звонили из банка такого-то, вот, прошу там принять меры, чтобы звонки ко мне не повторялись, поскольку никаких кредитных договоров с ними не заключало. Все, этого достаточно. Смотрю, когда читаю там исковое заявление, там написано, что сначала было так название, потом стало так, но это все равно никак не связано с тем-то этим лицом. Я уже зашел на сайт вот этой халвы, понимаешь? Халва это продукт совкомбанка, то есть, это, ну, не какое-то левое лицо. Такая совкомбанка есть. Это не тот банк. Тому банку 230-16, а это я конкретно совкомбанк подал. у них там тоже была реализация. сначала назывались, была сначала так, а было, короче, было одно, потом стало ООО, потом акционер, ну, то есть, там три цепочки такие идут, но в любом случае это не треки лица. И название там не было такого, которого он привлек к качеству третьего лица. Я вообще не понимаю, а потом мне интересно почитать. Я стоял там, где документы подают, а она уходила сюда. Я ее смотрю, ага, все, точно это она, причем уже так одета, как и выглядит, как и до этого. Я там кричу, Елена Сергеевна, здравствуйте. Она такая, здравствуйте. Я говорю, вы узнали меня? И, к сожалению, в этот момент не ввел аудиозапись ничего. Она говорит, здравствуйте. Приставы такие, что-то раз стоят, то убавятся. Она же с вами поздоровалась, а я ей что-то в ладоком говорю, как-то вы не культурно общаетесь с посетителями суда. Она развернулась и ушла, то есть она поняла, что надо ноги делать. И приставы говорит, ну она же с вами поздоровалась. Я говорю, она два раза поздоровалась, а нужно было три раза поздороваться. Улыбаются, стоят, тоже довольны. Смотрела наше видео, по-любому, знает, что я не думаю. Ну они все смотрят. Меня тогда просто не сообразили, она быстро ушла, я хотел у нее спросить, ну жалко, что не велась аудиофиксация хотя бы. Ну что, дело-то уголовное, когда отправлять выйдешь? Может, до сих пор в суде находится? Как? Ну, я, может быть, вот на днях отправилась, но когда я был, она тоже была в суде, то есть я как раз буквально сразу после моего телефонного разговора, который я записал с конституционным судом. Ну, это барда. 6 февраля дело находится здесь. Там еще будет месяц туда идти, потом еще два месяца будет там отближать, то есть еще три месяца. Я все фоткаю, вы не поверите, все. Ну, потом еще сфотографируйте с вашей подписью, чтобы вы ознакомились с полным объемом или не в полном объеме, ну, что все уж. Как скажете. Однако, в процессе подготовки дела к судебному регионуру договор был передан в процессе, то есть они продали долг, тогда почему они в суде? Пасов команда обратилась в суд с иском к массовым в исключительном договоре. Что нам тут ждать? Однако, в процессе подготовки дела, подготовки к судебному разбирательному договору был передан в процессе. А, то есть уже после был передан. С матерем его ознакомлен по лист дела 212 с применением фотофиксации. Отлично. Это нужно было сделать, чтобы дать понять ху из ху, иначе они так вот будут борзеть и дальше. Но самое интересное, что мы обнаружили, мы обнаружили, что в деле есть заявление от банка о том, который говорит, что мы продали этот долг и просим снять с рассмотрения исковое заявление их. Да ладно. А что это? И судья, несмотря на это, допустил вот этот вообще судебно непонятный разбиратель. То есть по договору сессии они передали уже другим. Другой естеств должен, у них право уже утеряно. И более того, они просят, мы просим снять с рассмотрения исковое заявление. А судья при наличии этих документов разрешает вопрос о назначении черковической экспертизы, об истребовании доказательств. Вообще, что это такое происходит? КОНЕЦ КОНЕЦ